так всем доброе утро доброе утро из израиля очень жарко очень жарко я сейчас в иерусалиме и баруха шим слава богу вообще на святой земле у нас сюда технология вообще достигла невероятных невероятных высот вообще просто фантастические фантастических высот даже раньше самые наши великие мудрецы наверное не могли предположить что будет вот такая что будет такая возможность так вот летать разговаривать разговаривать буквально вот так вот да со всего мира то есть можно будет из иерусалима сесть и вещать на весь мир совершенно спокойно вообще как это представляете это просто мы живем в удивительное время и надо алекс поделка с нами все будет ртов из витебска виталий лошко евгений жива го доброе утро представляете вообще удивительная вещь летают железные птицы 5 миллионов человек воздухе 5 миллионов человек постоянно находится в воздухе в мире целый огромный город летают самолеты со всего мира и точно так же мы сидим я в иерусалиме на улице это это перекресток улицы и леля улица или был такой и лель сегодня в первой в первой главе перте вот есть мишнает мишнает есть от его имени и леля и это угол елель и рабиативы я как раз рассказывал про рабиативы много раз и вот я сижу на улице между елелем и рабиатива представляете и значит сегодня мы изучаем третью мишну в трактате а вот который сказал антигнос ишсохо антигнос антигнос ишсохо он значит принял тору от шимона от садика получается принял он тора от него очень интересно меня всегда удивляло его имя что глава мудрецов который вошел в вошел в в историю его звали антигнос антигнос это очень так по гречески звучит это имя антигнос и интересно что мы видим насколько было велико греческое влияние в то время в израиле это как раз после александра мукдона которые которые пройдя через иерусалим его не разрушил но в том году всех мальчиков называли александр и значит антигнос ишсохо он принял тору от шимона цадика и интересно что вот антигнос ишсохо был последнее поколение потому что следующая мишна уже будет будет два мудреца стояли во главе поколения антигнос ишсохо это было последнее поколение когда тора передавалась цельным таким потоком без без мнений то есть не было не было двое 250 разных мнений а был от антигнос ишсохо и он сказал такую интересную вещь он сказал аль-тиюка вадим не будьте как рабы которые служат господину для того чтобы получить награду а будьте как рабы которые служат господину не для того чтобы получить награду в ием уреша маем алыхем и пусть будет страх перед небесами на вас то есть это мишна она дает нам очень важный принцип вообще да вот человек говорит я в этом мире хочу хочу я в этом мире значит что все было хорошо все хотят что все было хорошо да теперь отлично и дальше человек для того чтобы было хорошо он должен что-то делать в этом мире невозможно вот просто так сидеть и ничего не делать это нереально это не но невозможно то есть так устроен этот мир и человек так устроен что если он только замирает и перестает что-то делать ему тут же наступает момент хиссарона ему начинает не хватать чего-то до моментальному начинает не хватать воды потом ему начинает не хватать еды потом ему начинает не хватать сна потом он начинает не хватать общества Потом ему начинает не хватать в этом обществе положения в обществе. Потом ему начинает не хватать второй половины. Потом, когда у него есть вторая половина, ему не хватает детей. Когда у него есть и вторая половина, и дети, ему не хватает уважения, любви, счастья и так далее. То есть человеку в этом мире постоянно чего-то не хватает. И он для того, чтобы ему хватало, он должен что-то делать в этом мире. Теперь главный вопрос, на который нужно себе ответить. Вот это вот, а вот да, вот это вот работа, да, вот это действие. То есть на кого ты работаешь? Если ты работаешь на себя, да, но опять же, как устроен этот мир, если взять схему? Ты что-то делаешь и получаешь результат своих действий. Что посеешь, то и пожнешь. Запахал поле, вырос хлеб. Посадил яблоко, выросла яблоня. Собрал яблоки, если это твои яблоки. Продал яблоки, получил деньги. То есть все время ты должен, ты что-то сделал, ты все время что-то сеешь и что-то пожинаешь. Урок, который провел или прослушал, то ты как бы посеял. Потом получаешь как результат какие-то выводы, какие-то мысли, благословения от Всевышнего, новые знания, новые понимания, новые выборы. То есть все время идет все, вот как бы вложил, получил, вложил, получил, вложил, получил. Теперь, если человек живет в концепции, что есть хозяин мира, а хозяин мира Бог, значит, он служит Богу. Если человек живет в контексте, что, не дай Бог, что Бога нет, тогда кому он служит? Он служит себе или тому, кто сильнее его. То есть, если я верю, что Бог сильнее всех, то есть он создатель мира, он хозяин мира, тогда я служу Богу, и Бог меня всем обеспечивает. Через кого? Через разные варианты, через людей, через хлеб, через природу, там, ну, неважно, через что. Теперь Антикна Свишсухо, он нам говорит, первое он говорит, Аль-Тиук, Авадим, не будьте как рабы, которые служат господину для награды. То есть, первое, первое, что служить надо по-любому, он говорит, то есть, вы по-любому Авадим, человек по-любому Авадим, то есть, как тут ни крути, он по-любому работник, в этом мире он работник. И он говорит, но не будьте такими работниками для Бога, которые служат для получения награды. Его слова многие не понимали, было в следующем поколении мудрецы, которые очень сильно ошиблись, и они, послушав его вот эти слова, они сказали, так что, типа, если я должен служить не для награды, это что значит? Получается, что нет награды. И были такие направления, которые после, от его учеников, в следующие поколения, они, назвались они вздотим, они ушли, они не верили, что есть грядущий мир, они не верили, что есть вечная жизнь, то есть, они как-то его поняли слова неправильно. А что он имел в виду, когда говорил, будьте как рабы, которые служат господину не для получения награды. Он говорил так, что твоя работа, твое служение, твое выполнение заповедей, оно должно быть не потому, что ты надеешься на награду, а потому, что это правильно, потому, что это правильный способ, и это более высокая форма служения. Об этом он говорил, о служении из любви. Если чтобы это было понятно, есть очень интересная история. Основатель хасидизма Баальшемтов, он на Песах хотел поехать в Израиль. Это не так, как сейчас, представляете, он велитий Баальшемтов, чудотворец и так далее. Но ему, чтобы доехать в то время в Израиль, нужно было на корабле плыть до Стамбула, из Стамбула на корабле плыть до Израиля. То есть, путешествие занимало месяцы, месяцы и месяцы. А мне, например, простому человеку нужно сесть в самолет в Борисполи, и через три с половиной часа я выхожу в самолете в Тель-Авиве. Все. То есть, мы живем в другую эпоху, настолько более легкую. И более такую, ну вот, легкую, технологичную. В общем, Баальшемтов, он со своей дочерью решил совершить путешествие в Израиль. Он сел на корабль, приплыл в Стамбул. Дело было перед Песахом. И в Стамбуле он должен был остаться на Песах, и он остался, остался он в семье, в одной богатой семье. Но в этой семье деньги были, а детей не было. Они были уже в возрасте, они были уже в возрасте таком около 50 лет. Детей у них не было. И что он провел у них в Песах. И говорит, давайте я вам дам какое-то благословение. Они говорят, вы знаете, какое благословение? У нас все есть. Значит, нам что, еще больше? Так нам и так хорошо. А детей у нас как нет, так уже и не будет. Это чудо. Это нереально даже просит такое. Он говорит, вы знаете, говорит, я вам даю благословение, что через год у вас родится ребенок. Все. В это время, через год у вас родится ребенок, дает им благословение. Значит, и он такой прямо собрался с мыслями, все, и дает им это благословение. И, значит, такое стоит. А что значит, вот мудрецы входили в духовный мир? Они как бы закрывали глаза, и они своим внутренним своим вниманием, они заходили в духовный мир. Это не было, что они куда-то там исчезали. Они просто, выйдя за пределы своего чувственного восприятия мира, своего ума, они там где-то выходили, имели вход в духовный мир. И он заходит, входит в это состояние, такое как транс, да, это сейчас называется. И он такой, и начинает танцевать, радоваться, танцевать, радоваться. Они ему говорят, что с вами? Он говорит, я только что вошел в духовный мир и услышал там, узнал следующую новость, что из-за того, что я, а есть у цадиков, цадики, они присоединены к Богу. То есть цадик, вот этот вот, люди, которые на самом высоком духовном уровне такие, они прямо с Богом как одно целое. И написано, что так как они всю жизнь выполняют приказы Бога, и они полностью как бы идут в резонансе с Богом, то когда ему что-то надо, есть огромная сила в его решениях. Цадик сказал, Бог выполняет. И он говорит, я там понял, что ребенок-то у них будет, но я за то, что я изменил ход, духовный ход вещей, по природе вещей этого не должно было быть. Но я своей силой там произвел изменения, и в наказание за это меня лишили доли в грядущем мире. Я потерял все, все свои заслуги, потерял долю в грядущем мире. У меня теперь все, я пустой. И он продолжает дальше танцевать, радоваться. Его спрашивают, а почему же вы радуетесь-то? Они его спрашивают. Он говорит, а вот теперь я смогу по-настоящему выполнить любовь к Богу и служить Богу, не ожидая награды. Я служу Богу, потому что я люблю Бога, потому что мне не нужна никакая награда, потому что это правильно, из любви. И он говорит, я поэтому радуюсь, потому что раньше я все время чувствовал, что где-то у меня в душе есть вот это вот делал, правильные действия, служишь Богу и знаешь, что есть награда, есть за это, ну там, большая награда, то есть как-то не в чистом виде. Он говорит, а теперь все, я служу в чистом виде. И он танцует, 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 потом такой останавливается, сел. И они спрашивают, а сейчас что случилось? Он говорит, а сейчас на небе за мое такое вот поведение, что я действительно искренне радовался, мне вернули мою долю в грядущем мире, сказал Бальшимтов. Это как раз то, что имел в виду Антигна Сейшсухо. Но не служите Господину Богу для получения награды, а служите как рабы не для получения награды. То есть из любви, потому что это правильно, потому что это круто, служить Богу. Кому еще служить? Кому служить? Себе служить. Когда человек говорит «я», он имеет в виду набор разных влияний, которые на него оказали когда-то. И он, привыкнув к этим влияниям, СМИ, маркетологи, рекламы и так далее, он свои желания выдает за себя. Но когда человек служит себе и своим желаниям, он все время на перепути. Туда-сюда, этому желанию служить, этому желанию. То есть это все такой хаос. Когда человек служит кому-то, то этот кто-то, он всегда обманет. Потому что все, кто полагаются на царей, на каких-то там благодетелей и так далее, на кого-то, когда ты привязываешь свое участие к кому-то, к живому. Человек – это мясо и кровь. Как говорил царь Давид, что «не полагайтесь на благодетелей». На человека нет от него спасения. ТЦРУХО – выйдет дух его, дух его выйдет, он умрет. Вернется он в землю. БАЙОМАУ – значит в этот день. АВДУ – ЭТКОЛЬ ЭШТАНАТАВ. То есть потеряются все, кто на него полагался и опирался. Кому служить? Только Богу. Бог – хозяин мира, Бог – создатель мира, Бог – создатель всего. И поэтому очень круто быть рабом у Бога, слугой у Бога, рабом у Бога. То есть это круто. Ты кому служишь? Я Богу служу. Кто такой Бог? Бог – создатель неба и земли, хозяин мира. Все. Значит, понятное дело, что лучше Богу служить. Теперь, но продолжает Антигназ Ишсухо, въе, сейчас, въе муреша мая малахэм, и пусть будет страх перед Богом на вас. Он говорит, вы знаете, когда мы говорим слово Бог, нужно понять, что Бог – это не слово Бог. Бог – это даже не те описания, которые мы пытаемся впихнуть в это слово. Бог – это создатель мироздания, который всему мирозданию дает силу, дает энергию. Бог – это суть мироздания. И Его величие, Его мощность, Его сила настолько велика, что когда ты с Ним вступаешь в контакт, это, как, знаете, есть известный анекдот, есть известный анекдот, когда есть пульт управления атомной электростанцией. Атомная электростанция, где атомные реакторы, атомная энергия, то есть атомная энергия, да? Если это взрывается, то все, капец всему. И на этом пульте сидит человек, диспетчер, который следит за исправностью работы этой станции. И вот сидит этот диспетчер, и у него включена громкая связь. А громкая связь подключена ко всем сотрудникам атомной станции. И тут он кричит. «Ой, блин, аааа!» Значит, такая тишина вообще, все в ужасе. И тут такой голос его спрашивает, что случилось? Он говорит, да у меня я тут ручкой записывал эти самые, записывал, ну, показатели, и у меня ручка потекла. Ему говорят, у тебя ручка потекла, а мы все седыми стали от твоего. То есть, когда ты находишься в контакте с той силой, которая дает жизнь, которая создает цунами, убивает, оживляет и так далее. Когда ты заходишь к царю, у меня есть один хороший знакомый, он очень стремился приблизиться к власти мучим. И он очень стремился, он прямо, он был бизнесмен, у него все хорошо получалось. Я вам два случая сейчас расскажу, что такое, это даже не бог царь, а что такое просто власть. Одну рассказываю историю. Мой знакомый бизнесмен, и он стремился иметь дела с властями в России. То есть, он стремился получить доступ к госбюджетам, и на этих госбюджетах он хотел зарабатывать, делать себе имя. В общем, он лез вверх через госбюджеты. И он лез, и он к ним заходил в кабинеты, и он с ними пил и так далее. А потом он одному не понравился, что-то вот просто он, кто-то его не взлюбил. Знаете, бывает личная неприязнь. Просто личная такая неприязнь. И на фоне этой личной неприязни, ему говорят, что, ты знаешь, или тебя сейчас посадят, или чтобы тебя в России не было. Его сейчас нету в России, все, он уехал. Второй пример. Бывший наш соотечественный, который уехал в 80-е годы в Америку, изобрел он какие-то там штуки. И, значит, эти штуки его очень пользовались популярностью в армии, там везде, то есть Россия у него закупала все. И он очень был блатной, у него были связи тоже на самом верху там власти. И вот он ехал на машине за рулем, а он такой, знаете, вот уверенный, когда ты наверху как бы успеха, ты становишься такой очень уверенный. Он ехал уверенный, и он, ехала машина какая-то с мигалкой, он ее подрезал там, не подрезал, в общем, вышла простая перепалка с водителем. Он водителя там послал, сказал водителю, матом на него ругнулся, все. Тот, кто сидел в машине, чиновник, он даже не вышел, даже не вышел из машины. Проходит какое-то время, он слетал в Америку, возвращается из Америки, ему в аэропорту говорят, жену вашу, россиянку мы пропускаем, а вам закрыт въезд в Россию. Все, закрыт, по вопросу национальной безопасности. А у него там заводы, фабрики, все. Он начинает всех своих знакомых поднимать на самых высоких уровнях. А оказалось, там ехал член Совета Безопасности России, один из самых высших по безопасности. Они говорят, он тебе такую там галочку поставил в компьютере, что мы даже туда сунуться не можем. Все, и человек не может ехать в Россию. Вот такое вот, это когда мы говорим про власть земную, всего лишь власть земная. Когда человек, он приближается к Богу, и он с Богом пытается войти в очень близкие отношения. Он прям реально становится профессионалом, профессионалом, и он с Богом, ну прямо он и молится, и он и то. То есть, он как бы на виду уже, он на виду, он в духовном мире начинает прямо сигналить, сигналить, сигналить. В этот момент с него большой спрос, в этот момент с него реально большой спрос. И об этом нужно понимать, и нас предупредил антигна Сейш Сухо. И пусть будет страх перед Богом на тебе. То есть, чтобы ты понимал, с кем ты общаешься, чтобы ты понимал, вообще, ну, Бог, создатель мира. То есть, все, с одной стороны, любовь и счастье от того, что ты знаешь, что есть хозяин мира, что у тебя есть с ним связь, что у тебя есть вечность. С другой стороны, будь осторожен, то есть, приближайся, но очень аккуратно. Видите, я в Иерусалим приезжаю, белую рубашечку одеваю, все, чтобы... Это дворец царя, это дворец царя, то есть, здесь написано, что глаз Бога над Иерусалимом весь год. Все, значит, надо здесь быть, прилично себя вести, прилично выглядеть. И, пользуясь, вот у меня жена пришла, Ривка Бендусевич, я счастлив, что она посещает тоже наши уроки. Значит, пользуясь тем, что я нахожусь в Иерусалиме, даю вам прямо всем благословения, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы было благословение в здоровье, в деньгах, в гармонии, в шломбайте. Главное, чтобы был мир в семье, чтобы была любовь, счастье, гармония, и дети были здоровы, и деньги были. И главное, сохранять гармонию. Духовная, материальная, физическая, эмоциональная, семья, любимое дело, надо стремиться к гармонии. Шалом – это шлымут, это цельность. И когда у тебя где-то сильно не хватает, это нарушает цельность. Когда ты сам себе это загнал, это нарушает цельность. То есть должно быть здоровье, семья и любимая работа, и духовное развитие, которое мы здесь получаем каждое утро. Все, желаю, чтобы у вас было благословение на вас полностью из Иерусалима, от Бога. Все, друзья, удачи, успехов. Сделайте свои три вывода, напишите выводы, поделитесь уроком с друзьями, со знакомыми. И, значит, все. И повторение, мать, учение. Повторяем. Все, до завтра. С Божьей помощью. Завтра в 10.00 встречаемся. Все. Пока нас уже, видите, больше ста человек в прямом эфире. Это круто. Когда нас будет тысяча человек, все вместе помолимся, придет Машея. Все. Стремимся к тысяче человек, уроки не пропускаем и создаем духовный свет, духовный свет в мир. Все. Удачи, успехов. Всем пока.